Никаких проблем нет. Мы достаточно уже времени провели здесь в Венгрии для того, чтобы полностью восстановиться после длительной дороги, для того, чтобы адаптироваться уже к условиям проживания. Поэтому в целом считаем, что те условия, которые нам созданы здесь для плодотворной подготовки к предстоящему матчу на отличном уровне, поэтому никаких нареканий нет. И мы полностью восстановлены. Плюс тренировочный процесс, который мы здесь используем для подготовки к матчу, все на хорошем уровне, поэтому никаких проблем нет у нас. Все ребята, которых мы подписали, являются боевыми единицами для нашей команды. Они способны как усилить нашу команду, усилить конкуренцию в нашем коллективе для того, чтобы помогать нам достигать тех целей, к которым мы стремимся. Это касается и международных матчей, и завтрашнего матча, и внутренних наших соревнований. Понятно, что выбор стартового состава мы только в день игры примем решение тренерским штабом окончательно. Но уже, безусловно, на сегодняшний день можно сказать о том, что у каждого новичка есть шанс выйти на футбольное поле, как и у всех остальных ребят. Да, по количеству, да, действительно масштабное приобретение футболистов, новичков у соперника. Ну, в принципе, это вполне объяснимо, потому что у соперника сейчас чемпионат закончился. Если у нас в самом разгаре чемпионат, мы закончили первый круг чемпионата, то у них сейчас к новому сезону готовятся. Поэтому, наверное, с прицелом и на Еврокубковые баталии, плюс на весь сезон они укрепляются. Есть полная информация по всем новичкам, в принципе, мы владеем информацией, кто в каком клубе играл. Игровая статистика, скажем, каждого из них, это количество матчей, количество результативных действий, это касается атакующей группы. Ну, и по защитникам то же самое мы и владеем информацией. Плюс, по максимуму, я думаю, что нам придется познакомиться уже непосредственно в первом матче, когда мы уже сразимся в первом завтрашнем матче. Естественно, у нас будет уже тогда более предметное понимание, кто что из себя представляет. Как команда в целом пьюник, так и их новички. Поэтому, как говорится, разведку боем с завтрашним матчем проведем. Ну, климат для всех будет одинаковый, поэтому я думаю, что игра в позднее время, я думаю, что проблем не должно быть с этим. Ну, в любом случае, мы бы сыграли и дома, и на выезде, поэтому здесь не обращаем на это внимания. Нету разницы, где начинать и где играть ответный матч. В первую очередь, важно для того, чтобы нам кого-то вызвать сюда в наше расположение. Важно, чтобы ребят здоровье не подводило, чтобы они стопроцентно были здоровы. И, естественно, мы хотим видеть в своих рядах всех тех ребят, которые травмированы. Это и Роман Бегунов, и Владислав Калинин. Поэтому, наверное, по Роману исключено его участие в первом раунде противостояния с Пинником. Мы ждем его реабилитации и скорейшего выздоровления. Ну, а что касается Владислава Калинина, то я думаю, что он появится в ближайшее время здесь. Все, слава богу, обошлось у него. Сделали ему МРТ еще одно. И чистая мышца, то есть без повреждений. Поэтому ждем его еще здесь, в расположении нашей команды. Понимаем ответственность в первую очередь. Понятно, что Лига чемпионов – это серьезный турнир, где играют чемпионы своих стран. Мы идем по пути чемпионов. Естественно, что с точки зрения ментальности нашей команды, с точки зрения нашего соперника, это одинаковые по менталитету команды, я имею в виду с победным духом. И здесь очень важны будут какие-то нюансы в игре. То есть настрой, командный дух и стремление проявить свои сильные качества. Поэтому мы постараемся отталкиваться от своих сильных сторон. Хотя при этом еще раз понимаем, что соперник далеко не простой, с хорошим подбором футболистов. Ну и плюс те футболисты, которые к ним пришли, также это достаточно хорошего уровня футболисты. Но все будет решаться на футбольном поле. Поэтому кто лучше подготовится, кто лучше настроится, кто лучше проявит свои сильные стороны. И каким-то образом, возможно, за счет сильных сторон скроет свои недостатки, которые возможны. Вот поэтому здесь от этого и будет зависеть успех в этом противостоянии. Ну для нас это большой матч для всех. И поэтому я думаю, что все его ждали с нетерпением полгода. И настрой боевой, я думаю, что все будет у нас хорошо. Я думаю, нам не стоит удивлять соперника. Нам надо стремиться сыграть в своей манере, ту, которую мы изберем на предстоящий матч. Мы-то в открытом доступе. Я думаю, что у соперника нету недостатка информации по нашей команде в связи с тем, что у нас идет чемпионат в самом разгаре. Поэтому, конечно, наверное, с точки зрения какого-то видеоматериала оценки нашей команды по тем матчам, которые мы проводили в чемпионате страны, безусловно, мы не сомневаемся в том, что они хорошо изучили нашу команду. Ну и мы в то же время, еще раз говорю, у нас тоже нету проблем таких, чтобы мы могли сказать о том, что мы не подготовлены к матчу. Мы подготовлены к матчу, мы также изучали их по прошедшему чемпионату Армении, по последнему сезону. Ну и главное то, что стилистически команда остается на том же уровне, потому что остался тот же тренерский штаб. Поэтому в отношении нашего соперника, я думаю, что у нас также никаких проблем нет с точки зрения недостатка информации. Поэтому все будет решаться на футбольном поле. В первую очередь, мы не живем прошлым, потому что все, что было в прошлом, это уже в истории. Надо жить настоящим. Понятно, что любой опыт, прошлогодний Еврокубковый опыт для нас тоже в плюс, потому что у нас достаточно много было футболистов, которые в прошлом году не участвовали вообще от слова совсем в Еврокубках. Естественно, что любой опыт, даже и не совсем удачный в прошлом году, но оно идет в копилку, появляется какая-то уверенность. Естественно, что за этот отрезок времени, что мы пришли сейчас к участию в Лиге чемпионов квалификации, выросли, появилось больше уверенности. Поэтому я не сомневаюсь в том, что ребята сработают по максимуму и отнесутся к этим противостоянию с ответственностью. И с профессиональной точки зрения точно так же будем на максимуме выкладываться, чтобы добиться успеха в этом противостоянии. Ну, индивидуально сильные футболисты, там практически все иностранцы. Поэтому группа атаки очень индивидуально сильная. Вот над этим, на этот акцент сделали. В первую очередь, два матча. Сейчас нет определенной стратегии, потому что правило выездного гола уже отменено давно. Поэтому здесь есть конкретный матч. Надо добиваться максимального результата. Максимальные результаты – это победа. С учетом, что мы первый матч – это наш домашний матч. Поэтому победа с любым счетом, я думаю, что будет положительным исходом для нашей команды. Поэтому к этому и будем стремиться. Ну, тут, да, главное пройти по итогам двух встреч. Поэтому на одном матче тут нет смысла загадывать, какой счет будет положительный. Главное, после двух игр пройти дальше. Я бы не стал тут с точки зрения функционального, физического состояния оценивать команду. Понятно, что у нас закончился первый круг. Мы на протяжении всего первого круга улучшали свою игру, структуру игры. Где-то искали оптимальный состав стартовый для того, чтобы добиваться. И, наверное, вот эта определенная череда побед, которую мы добивались победы в этих матчах, позволяет нам, конечно же, быть оптимистичными перед этим противостоянием, что команда почувствовала вкус побед, команда почувствовала взаимодействие друг с другом, потому что, еще раз говорю, сбалансировался состав. Ну и плюс, как успешность в этих матчах, в победных чемпионате, она придает нам уверенности для того, чтобы понимать, что мы подходим в хорошем состоянии и противостоянии с Пинникумом.